Барс Медиа представляет Посмотри фокус, он меня удивил, сказал, что ты сможешь повторить, ты сможешь сделать так же То есть я получил некую сильную эмоцию и в конце фокусник сказал, что Такому трюку ты сможешь научиться сам и сможешь удивлять других Это настолько меня вдохновило, что от этого фокуса начался весь путь фокусника Мы начинали как? Мы выучили какие-то фокусы, поняли, что эти фокусы эффектные на своих друзьях Потом моя задача была начать их уже показывать, начать выступать И самое первое, что я сделал, это я начал ходить по улицам Бишкека и удивлять просто прохожих Моя задача была удивить около 80 человек, это как раз таки было в 10-11 классе Я просто ходил по улицам в парках, вот здесь проходил по Держинской И показывал фокусы для прохожих, которые просто сидели на скамейке Кому нравилось, они сами предлагали мне даже деньги заплатить, потому что им было настолько интересно, что я показал Это был вот именно первый опыт, и мы начали набирать опыт именно выступлений, именно так, начиная на улице Поэтому, если человек хочет выступать, он может всегда найти возможность такую СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда мы были в 10-11 классе, когда на первом курсе мы много, как можно сказать, отложались, поэтому брали совсем такую маленькую сумму за свои выступления. Было много неудачных выступлений в самом начале карьеры, потому что по-любому нужно практиковаться. Мы выступали на боготирительных концертах, чтобы постараться набрать какой-то уже более-менее опыт. Затем мы уже начали развиваться и поняли, что мы можем работать качественно. Когда мы вышли уже на уровень, когда мы перестали ложаться, а наоборот только удивляем, мы сказали, что мы теперь будем только удивлять, если вам не понравится шоу, вы можете нам вообще не платить, потому что мы уверены, что мы удивим всех и каждого. Я учился в университете, и в это время я уже был фокусником, я уже зарабатывал. Я понял, что все, что я хочу делать, это удивлять людей. Я понял, что фокусник, иллюзионист – это именно мое призвание по жизни, и этому я хочу посвятить свою жизнь. Я хочу стать великим фокусником, который за свою жизнь сможет успеет удивить как можно больше людей и сделать как можно более удивительное шоу. То, что давали в университете, оно не помогало мне, наоборот ограничило меня быть тем, кем я хочу быть. Поэтому у меня был выбор, либо я останусь здесь и буду ждать момента, не смогу работать фокусником сейчас, либо я уйду и начну развиваться, и уже буду семимильными шагами идти к своей цели. Это было сложно, но я принял решение, что я пойду своей дорогой, я ушел из университета, и в тот же год мы поехали в Китай на минуту слабы, где там уже начали бороться за звание чемпиона по талантам. Мы дошли до полуфинала, это было хорошим началом, я понял, что я сделал правильный выбор. С тех пор у нас было очень много открытий, и я понял, что сам я могу развиваться и расти намного быстрее, чем с кем-либо. С университетом или с каким-то еще училищем, обучающим учреждением. Поэтому с тех пор я рост сам, и в принципе все складывается благополучно. Давайте я вам покажу, что все карты разные, и одна карта не повторяется. И сейчас наша задача будет выбрать одну карту. Я попрошу вас, я буду пролистывать любое время, скрыть, стоп. Мы выберем одну карту, возьмите ее, покажите друг другу, покажите в камеру. И чтобы сделать ее уникальной, напишите свое имя на этой карте. Согласитесь, я не смогу подделать ваш почерк, ваш автограф на этой карте. Я тогда возьму ее, сверну пополам, и еще раз пополам. Можно вашу руку? Пока держите ее, и не открывайте, хорошо? Мне потребуется еще одна карта, это будет туз Буби. Это уже будет моей карта. У вас черный валет, у меня будет красный туз. Я сделал то же самое, что и вы, тоже поставлю свой автограф. Запомните мою карту, мой автограф. Я также ее сверну. Теперь внимание. Это ваша карта? Это ваш автограф. Открывайте свою, посмотрите, что у вас. Они поменялись местами, телепортация. Эту карту я возьму, буду хранить в себя, это можете оставить себе. В этом году нам посчастливее поучаствовать во многих конкурсах, я бы даже сказал, 5 разных конкурсах. Это было шоу талантов Средней Азии. Концерт фокусников в Узбекистане. Даже два концерта они провели, где нам удалось выиграть номинацию «Самое оригинальное шоу». И также концерт в Алма-Ате, где мы провели большое выступление на 1200 человек в Дворце Республики. Для нас большая честь участвовать на таких форумах. В том числе мы также участвовали на российском форуме иллюзионистов в Москве. В каждом из них мы пытались участвовать в разных конкурсах. И самое удачное из них было в Узбекистане, где мы смогли выиграть самое оригинальное шоу за наш авторский номер. Мне очень приятно, что нас наконец-то оценили на такой международной сцене. Но также вынужден сказать, что во многих конкурсах мы все-таки проиграли. Нам недостаточно опыта относительно других очень таких сильных участников. Поэтому это дает какую-то мотивацию, силу. Мы будем работать и также представлять Кыргызстан, выезжать на разные международные конкурсы. И надеюсь, в следующий раз уже будем достойно провозить какие-нибудь победы. Некоторые труки занимают на подготовку примерно 5 минут. Некоторые фокусы в среднем занимают один день, чтобы его выучить и попрактиковать. Но есть также фокусы, которые мы учим полгода или даже год. Потому что они настолько сложные, надо отточить технику, чтобы они были максимально красивыми. И при этом выглядели как чудо. Я пытаюсь подобрать максимально эффективный фокус, эффектный. То есть если я не смогу удивить зрителя за ближайшие 20 секунд, то этот фокус, наверное, не для меня. Потому что моя задача прийти и удивить. То есть это должна быть как какая-то такая пуля. Потому что когда мы выступаем, часто зрители не сразу хотят смотреть на себя. И важно в первые секунды сделать правильное впечатление. Поэтому фокусы должны сразу очень сильно удивлять человека, шокировать. И это главный критерий отбора фокуса. Больше всего люблю, конечно же, взрослую публику. Потому что я показываю фокусы, которые именно сконцентрированы на них. Я могу пройти деньги в доллары для них. Могу взять телефон их, разбить то, что для них ценно. А потом его установить. То есть вызывать эмоции ребенка намного легче иногда. Иногда сложнее. Но вызвать эмоции взрослого – это отдельное искусство, которое больше всего меня увлекает. Также очень интересная публика – это студенты. Потому что они как раз-таки полны эмоций, полны энергии. И их удивить иногда является очень легко. При этом очень интересно. Потому что они дарят намного больше энергии, чем все остальные. Всегда есть зрители, которые стараются сломать фокус. Которые стараются сказать, что у него там магнит, у него там какая-то веревка и так далее. Они, может быть, не понимают, что вся суть фокуса – это в том, чтобы получить какую-то эмоцию. Чтобы увидеть чудо, которое мы обычно не замечаем в обычной жизни. И поэтому наша задача – попробовать удивить даже его. Обычно, когда мне кто-то говорит, что у тебя вон там такой-то секрет, я пытаюсь показать ему другой фокус, который основан на абсолютно другом моменте. И удивить его вдвойне, чтобы у него не осталось сомнений, что это действительно что-то удивительное. Поэтому, конечно, такие зрители всегда найдутся, но наша работа справится даже с ними. На доход от выступлений фокусника можно прожить, конечно. Я бы сказал, что это даже чуть выше среднего, учитывая, что средняя зарплата у нас не очень высокая. Вполне возможно, но нам нужно достигать большего. Наши таланты растут, с каждым годом мы находимся в новые фокусы. Поэтому наша задача – выходить на новые уровни, на международную сцену, чтобы нас оценили немножко больше. И минус в том, что профессия фокусника – она сезонная, она не очень стабильная. К примеру, сейчас у нас был ноябрь, и я мог выйти вообще в ноль, потому что заказов мало, расходы есть. И при этом вот здесь вот небольшой дисбаланс получается. В декабре у нас, наоборот, должен быть рост, и там вот именно прибавляется. Это очень нестабильная работа. В один месяц я могу заработать определенную сумму, в следующем месяце я могу заработать в пять раз больше. Через неделю там в шесть раз меньше. То есть это сложно варьировать. Фокусник может зарабатывать от 30 тысяч в месяц, если он, в принципе, имеет какие-то навыки хорошие и умеет выступать на публике. Сейчас в Кыргызстане не очень много фокусников. Я бы сказал, около пяти, которые могут выступать именно на большой сцене, представлять там страну и так далее. К сожалению, жанр у нас медленно развивается. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы это улучшить. Фокусником стать не очень легко, и нет специальных школ, нет каких-то заведений, которые смогут тебя научить, нет университетов. Но если у тебя будет достаточно желания, ты точно найдешь способ, как стать фокусником. Потому что сегодня мы живем в такое время, где любой человек может стать кем угодно. И буквально открыв интернет или поискав какие-то книги, уже можно стать от инженера до фокусника. Мы начинали с простых книг, мы начинали с YouTube, где мы искали какие-то простые фокусы. И секретов, я думаю, достаточно, если ты хочешь для начала стать фокусником. У нас не было никаких учителей, поэтому фокусником все остановились именно сами. Это, наверное, самая интересная профессия в мире. Потому что каждый человек, слышав слово «фокус», начинает улыбаться и не интересоваться. Потому что это некое волшебство, которое часто людям не хватает в жизни. Мы настолько привыкли жить в современном мире, что перестаем замечать чудеса. Может быть, мы ездим на машинах, нам автоматы в магазинах могут выдать деньги. И для нас это уже является самым простым явлением. Хотя еще лет 20 назад это было настоящим чудом. И фокусник — это тот человек, который со своими навыками создает некую иллюзию чуда и шокирует человека, показывает то, что он не видел до этого. Чтобы человек проснулся и начал замечать, что чудеса уже с ним происходят, достаточно всего лишь их начать замечать. Поэтому фокусы — это то, что ломает реальность человека настоящим и показывает что-то необычное, что-то новое. И я думаю, именно этого часто не хватает обычным человекам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!